Мясо. Чем примитивнее живот, тем он, наверное, ну, червяк в руках давится, правда? Моллюска же давится, но не так. Птицу, рыбу уже с трудом, правда же, там какие-то волокна появились. Птицу вообще не раздавишь, а мясо вообще не жуешь. Я удивляюсь, как вы едите. Николай Николаевич, а вот ваш рацион типичный, вот, день в день, расскажите. Вот с утра, вот, гречневый каш. То есть, гречневый, и это самое, гречневый, и овсяный, конечно. На воде, понимаешь, даже и варить-то не надо, просто залил кипяточком. Ну, вот, овсяную просто залил, размешал и ешь, там, ложечку мёда туда. А гречневый надо залить с вечера, кипяточком залить. Причём заливаешь, и вот так вот гречка, ещё столько же над ней воды. Утром просыпаешься, а воды нет. Гречка вся впитала, она стала больше, вся так, располнела на полный стакан. И кушает стакан. Гречки. Можешь туда немножко капнуть растительного масла или мёда добавить. То есть, не варите даже? Не надо, не надо варить. А потом? Это утром, а в обед? Да, ну, в обед вот банан попадётся где-нибудь, а то и два банана. А где ж силы брать-то? Сегодня не попадётся уже. Сегодня мы один стесали, да. Орешки, вот, миндаль, грецкий орех, фундук очень хорошо. Вот там вообще считается за белки. А уж если взять баночку зелёного горошка съесть, а все так там... Олег Николаевич, Николай Николаевич, я смотрю, что... А вы... А кто такой Олег Николаевич, расскажи. Это он к моему папе обращается. А, ну, это... Я похож на вашего папу, это хорошо. Да, тесни. Николай Николаевич. Сейчас выяснится, да? О, дурак. Николай Николаевич, прошу вас. Николай Николаевич, а вы, то есть, принципиально не кушаете горячую пищу, да? То есть, всё это холодное. Не-не, почему? Тёпленькие. Нет, я имею в виду, ничего не варится. Ваёная, жареная. Не варится. Картошку вы тоже не кушаете, жареную, допустим. Ну, картошка, ну, тем более жареная, но это же, в общем-то... Макароны. Честно говоря. Макароны. Мука, это... Ну, это как... Понимаете, есть клетчатка? Да. Клетчатка, вот там берёте овощи какие-нибудь... Капуста, салат, болгарский перец, огурцы, вот это всё надо есть, есть и есть. Хлебушек. Ну, зачем? И хлеб не едите. Ну, из нерновой можно съесть, и то можно, но не нужно. А яйки? Ну, это как... Белочек же? Ну, конечно, это белок, но это вообще-таки... Животный, так сказать, животный продукт. А вечером? Будущее мясо, да? На ужин, вот чтобы заснуть, потому что хочется часто есть вечером. Нет, молочного надо, конечно, вот кисло-молочное, всё-таки ещё месяц. Ворожок, да? Илья Личмечникова нас учил. Ворожок можно, но безжиренный, а лучше всё кефирчик на ночь. Конечно, это возраста. Вы сейчас вот смотрите, мне думают, вот старый тут нам рассказывает что-то. Нет, я просто думала, как желудок на эту ночь реагирует. Но я помню вот эти три стадии отдыхающих, не помните? Ну, такой, ну, пусть это народный юмор, но мне он нравится, значит. У меня в 30 лет, значит, водка, лодка, молотка, так? Это поехал отдыхать 30-летний парень. В 50 лет вино, кино, домино. Ну, в том же домино. А в 70? А в 70 кефир, холестер, сортир. Но это не про меня, ребят. Вот вам и отдых. Нет, нет, это не про меня. Санаторный, да. Не про меня, но просто интересно. Это реальная история. Николай Михайлович, а ваша семья точно так же питается? Нет, каждый по-своему. Я ни на кого не давлю. А как вот внутренние органы, вот желудок, допустим. Вот врачи говорят, что надо обязательно есть горячее. Как вот у вас? А горячее вообще вредно есть. Ну, что, как горячее? Теплый можно? Ну, суп. Ну, да, супчик очень хорошо. Это вот просто капусту сварил. И это суп? Морковки набросал, да, а что еще? Возьму на вооружение. Конечно, теплый супчик, но горячего не надо. Ни пить, ни есть. Не могу. Горячий. Хороших дней вам, друзья. Жил отважный капитан. Он объездил много стран. И не раз он бороздил океан. Раз пятнадцать он тонул, погибал среди акул. Но ни разу даже глазом не моргнул. И в беде, и в бою, напевал он всюду песенку свою. Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка это флаг корабля.